Для распространителей недостоверной информации о коронавирусе введена административная и уголовная ответственность. Президентам подписаны сразу два закона, ужесточающие наказание за распространение фейковой информации, в данном случае о коронавирусе. Так, распространение в СМИ и соцсетях фейков, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, карается административным штрафом на граждан от 30 до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой, на должностных лиц от 60 до 200 тысяч, на юридических лиц от 200 до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой. Совершенное деяние повторно карается административным штрафом на граждан в размере от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой на должностных лиц от 300 до 600 тысяч, на компании от 500 тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой. Если же распространение фейков представляет угрозу жизни и безопасности граждан, то для компании штраф составит от 1,5 до 3 миллионов рублей. Если же размещенный фейк привел к смерти человека или массовому нарушению общественного порядка, то компаниям грозит штраф от 3 до 5 миллионов рублей, а за повторное нарушение штраф увеличивается до 5-10 миллионов. То есть штрафы нешуточные, и уже есть прецеденты для обычных граждан. 9 апреля этого года в Северной Осетии привлекли к административной ответственности нарушителя, который распространял фейки о коронавирусе. За опубликованный им в социальной сети материал «Коронавирус как начало утилизации лишних людей» ему грозит штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Еще одним нарушителем оказался житель Междуреченск. Ему также грозит 100-тысячный штраф за распространение фейка о смерти горожанина от вирусной инфекции. Как пояснил сам нарушитель, он услышал данную информацию в автобусе от двух женщин, которые вели между собой диалог. Мужчина поверил в это и через свою социальную страницу предупредил об опасности. Прежде всего отметим, что речь идет о распространении в СМИ и соцсетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений. Повлекшая смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, массовое нарушение общественного порядка и или общественной безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи. Публичное распространение фейков о коронавирусе, а также о применяемых мерах по обеспечению безопасности населения наказывается штрафом в размере от 300 до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы и иного дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, исправительными работами до года, ограничением свободы до 3 лет. Наказание ужесточается, если в результате распространения фейка причинен по неосторожности вред здоровью человека. В этом случае нарушитель наказывается штрафом в размере до полутора миллионов рублей, либо исправительными работами до 1 года, принудительными работами до 3 лет, лишением свободы на срок до 3 лет. В том случае, если распространение фейков привело по неосторожности к смерти человека, виновное лицо наказывается штрафом в размере до 2 миллионов рублей, либо исправительными работами на срок до 2 лет, принудительными работами до 5 лет, лишением свободы на срок до 5 лет. Новые штрафы действуют с 1 апреля 2020 года, и это не шутка. 7 апреля этого года следователями возбуждено уголовное дело в связи с распространением в соцсетях фейка. Сообщалось, что коронавирус якобы был создан в лаборатории Вектор. В чем суть преступления? Пользователь Твиттер разместил видеоролик, в котором сообщил, что COVID-19 был создан в государственном научном центре Вектор, после чего путем взрыва умышленно распространен на территории России и КНР. На момент записи этого видео в Генеральной прокуратуре сообщили о выявлении фейков о коронавирусе в пяти российских регионах. И в завершение отметим, что определять, что является достоверной информацией, а что фейком, будет Генеральная прокуратура и подчиненные ей структуры. Подписывайтесь на наш канал, пока вы еще сидите дома. Будьте в курсе. Будьте с РосКо.